Создатель кардана готовится к краху рынка криптовалют. Создатель проекта кардана и сооснователь эфириум Чарльз Хоскинсон ожидает, что на рынок криптовалют придет глубокая коррекция, которая позволит ему избавиться от проектов, не обладающих конкурентными преимуществами. Прошлый год был ознаменован притоком сотен миллиардов долларов, однако многие эксперты сочли последний взлет сегмента бессистемным и ожидают закономерного краха. Он случится, когда инвесторы начнут осознавать, что многие проекты не имеют фундаментальных факторов роста. «Я думаю, что после краха нас ждет консолидация», заявился основатель эфириум Чарльз Хоскинсон в разговоре с CNBC. По мнению разработчика, скопление большого числа криптовалют, имеющих слабые внерыночные характеристики, непременно приведет к краху, поскольку все они чрезвычайно переоценены и в конечном итоге покажут свою несостоятельность. «А произойдет то, что многие из этих предприятий, не имеющих надежных основ, не имеющих хороших технологий или попросту нереалистичные проекты, упрутся в какую-нибудь высокую стену, которую они не смогут преодолеть», сказал Хоскинсон. Однако рынок сможет восстановиться после этой коррекции, а капиталы сосредоточатся в криптовалютах, обладающих значительными преимуществами, что окажет благотворное влияние на долгосрочное развитие сегмента, утверждает разработчик. Российским чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту. Министерство труда Российской Федерации разрешило госслужащим не указывать криптовалюты в справке о доходах за 2017 год. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте ведомства. В документе виртуальные валюты приравнены к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме, например, к подаркам. Такие доходы указывать не обязательно. В форме справки не предусмотрено указание виртуальных валют, говорится в документе. Как пояснили в ведомстве, их разрешили исключить из декларации из-за отсутствия подходов к определению и регулированию криптовалют в России. По мнению экспертов, исключение виртуальных валют из декларации может привести к росту числа взяток в криптовалютах, например, в биткоинах, однако подобную взятку будет проблематично легализовать. Стоит отметить, что криптовалюты впервые упоминаются в этом рекомендательном документе. Акции Kodak выросли на 120% после анонса криптовалюты Kodak Coin. Американская компания Kodak объявила о создании собственной криптовалюты Kodak Coin с помощью разработчика программного обеспечения UN Digital. На фоне сообщения об этом акции компании выросли на 120%, а ее капитализация достигла 289 миллионов долларов. Токен Kodak Coin будет использоваться для платформы управления изображениями Kodak One. Предполагается, что она позволит использовать технологии блокчейна для лицензирования и отслеживания фоторабот, а также защиты прав на них. Старт ICO намечен на 31 января 2018 года. В нем смогут принять участие аккредитованные инвесторы из США, Канады и других стран. Компания обещает соблюдать инструкции по проведению ICO, созданные американской комиссией по ценным бумагам и биржам. NVIDIA запретила использовать свои видеокарты в дата-центрах, если они не занимаются майнингом криптовалют. Производитель видеопроцессоров NVIDIA изменил условия лицензионного соглашения для некоторых продуктов. Отныне дата-центры не смогут пользоваться определенным оборудованием, если только они не занимаются майнингом криптовалют. В новом соглашении компания обращает внимание на то, что драйверы, позволяющие компьютерам работать с чипами GeForce и Titan, не предназначены для использования в дата-центрах, не занимающихся обработкой операций на блокчейне. Под операциями на блокчейне в документе подразумевается энергозатратный процесс добавления блоков транзакций в блокчейн, более известный как майнинг. Продукция компании NVIDIA, как и ее конкурента AMD, пользуются значительной популярностью среди майнеров криптовалют. Отныне дата-центры, не имеющие соответствующего разрешения производителя, будут обязаны использовать специализированные решения, цена которых существенно выше. Если стандартная видеокарта GeForce стоит около 700 долларов, то цена оборудования корпоративного уровня, например Tesla V100, приближается к 10 тысячам. Microsoft возобновила прием платежей в биткоинах. Компания Microsoft вновь принимает биткоин в счет оплаты своих продуктов после временной приостановки сервиса, вызванной нестабильностью криптовалюты. Об этом сообщает News.com. Разработчик позволяет своим клиентам пополнять счет на ее платформе биткоинами с 2014 года. За это время компания трижды приостанавливала прием криптовалюты в 2015, 2016 и на прошлой неделе. Как пояснили в Microsoft, последний эпизод был связан с нестабильностью биткоина как валюты. Сегодня в диалоге с News.com представитель компании подтвердила факт возобновления возможности биткоин-платежей. Биткоин вновь доступен в качестве оплаты в нашем магазине. Совместно с провайдером мы провели работу над тем, чтобы клиенты имели возможность использовать более мелкие суммы в биткоинах при совершении платежей, уточнила она. Глава порно-стартапа скрылся с деньгами инвесторов после ICO Четыре инвестора ICO Fantasy Market сообщили, что исполнительный директор стартапа скрылся с деньгами после ICO и не возвращает их, несмотря на многочисленные запросы. Их заявление подтверждает New York Post. Джонатан Лукас, создатель проекта Fantasy Market и криптовалюты FM Token, намеревался привлечь до 25 миллионов в прошлом году, согласно White Paper. Итоговая сумма привлеченных средств неизвестна. В ноябре в разговоре с журналистами Лукас сообщил, что ему удалось собрать меньше 2 миллионов долларов, однако еще в сентябре в личных беседах он заявлял, что до 5 миллионов ему не хватает всего 13%. Предполагалось, что FM Token будет использоваться в качестве средства оплаты за просмотр потокового порно-видео в реальном времени. В ходе ноябрьского интервью Лукас около часа рассказывал, как проходит его ICO и объяснял содержимое White Paper. Тогда же он заявил, что не пытается никого обмануть и использует реальное имя. Однако ряд инвесторов, потерявших свои деньги, убеждены, что Джонатан Лукас – это псевдоним. На сайте компании Лукас разместил сообщение, в котором попросил инвесторов связаться с ним по поводу возвращения средств в ближайшие 90 дней. Подписывайтесь на наш канал Telegram, а также на странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, чтобы узнать больше новостей. Ссылки находятся в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова